В эфире РБК региональный выпуск новостей. Мы вещаем из отеля Краун-Плаза Уфа. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Столица Башкортостана уже в мае этого года начнет свою работу платформа Уфимский диалог. Об этом стало известно в ходе сессии экономика против санкций, которая состоялась в Москве. Платформа объединит международных политиков и бизнесменов и будет направлена на нивелирование санкций. Инициативу поддержал Комитет по экономической политике Госдумы. В состав рабочей группы платформы уже вошли 84 руководителя компаний, бизнес-ассоциаций, чиновники. Помимо этого, о вступлении в Уфимский диалог также заявили в Центре стратегических разработок России. Уфа для проведения регулярной антикризисной площадки выбрана не случайно. Для того, чтобы успешно вести бизнес, об этом знают очень многие инвесторы, которые работали с Башкирией, необходимы, конечно, механизмы государственной поддержки. Поддержка правительства. И Швартостан демонстрировал это многократно. Это один из первых факторов, который необходим для поддержания эффективного сотрудничества с регионом. Второе, это, конечно, ресурсы. Это ресурсы и люди. Когда мы видим, что для ведения бизнеса необходимые ресурсы присутствуют. И третье, это логистика. Это транспортный аспект. Потому что для того, чтобы вести бизнес, необходимо иметь возможность организовывать импорт и экспорт в эту страну. Таким образом, Башкортостан, который показал себя крайне дружелюбным регионом для ведения успешного бизнеса. Также участники встречи в Москве предложили возглавить уфимский диалог премьер-министру правительства Андрею Назарову. По его словам, платформа позволит Башкортостану усилить свои лоббистские возможности. Башкортостан получает возможность доносить свою позицию. Мы, как руководство Башкортостана, правительство Башкортостана, заинтересованы, конечно, в снижении последствий санкций против Российской Федерации. Уфимский диалог, это как раз то, когда мы обсуждаем, какими направлениями, какими мерами можем снижать это давление, и улучшать это взаимодействие между странами, между Российской Федерацией, между Башкортостаном и другими странами в том числе. Поэтому эффект в целом Российской Федерации позволит и получить дополнительные положительные плюсы и для Башкортостана. Напомню, в России уже проводят аналогичную работу в рамках сочинского диалога, где развивают взаимоотношения бизнеса и гражданского общества России и Австрии. Среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость в Башкортостане составила 7%. К такому выводу пришли аналитики рейтинга. Для исследований использовались данные за последние три года. В целом по России показатель составил 11%. В 37 регионах доходность вложений в жилье превысила 10%. Лидерами рейтинга стали Буряти и Магаданская область, где недвижимость, купленная три года назад, могла принести ее владельцу 18% годовых. Москва оказалась на девятом месте, где показатель составил 15%. Последнюю строчку занимает Севастополь, где чистая доходность от инвестиций в недвижимость составила всего полпроцента. Это общая тенденция экономики нашей страны, в том числе и сферы недвижимости. Период расчетов инвестиционной привлекательности в эту сферу пришелся как раз-таки на пик пандемических наших явлений, связанных с эпидемией коронавируса. Для расчетов показателей использовались средние рыночные цены на однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров. Из данных о доходности были вычтены налоги на доходы, имущество физлиц, расходы на содержание квартиры и показатели инфляции. Эксперты отмечают, что инвесторы не так активно интересуются недвижимостью Башкортостана, поскольку цены на нее довольно высокие, а инвестиционная составляющая низкая. Это связано с высокими издержками на строительство и содержание жилья. Развязку на улице Пугачева в Уфе построит челябинская компания «Урал-Мостострой» за 2,6 млрд рублей. Средства выделят из бюджета республики. Работы планируются завершить к 25 ноября следующего года. Двухуровневая развязка спроектирована по типу клеверного листа. Общая протяженность восьмиполосного путепровода составит более трех километров. При этом подрядчик должен предоставить гарантию. 8 лет на саму развязку, 4 года на верхнее покрытие, 10 лет на дорожные знаки. Для строительства объекта будут изъяты 74 земельных участка, на которых построено 108 домов и гаражей. На сегодняшний день идет оценка стоимости объектов. Самая сложность – это освобождение территории строительства для строительства этой развязки. Мы уже начали оценку. Постановление об изъятии для муниципальных нужд уже принято. Но хочу сказать, что слово «изъятие» не пугало вас. Это изъятие подразумевается под собой выкуп по рыночной стоимости. Напомню, строительство развязки – это один из этапов возведения южных ворот города. Он также включает в себя реконструкцию улицы Пугачева и строительство нового моста через Белую с выездом на трассу Уфа-Оренбург. Челябинская строительная компания «Уралмостострой» также проведет капитальный ремонт старого арочного моста через Белую стоимостью 4 миллиарда рублей. Ранее она не выступала генподрядчиком по возведению моста в Ставке через Белую в створе улицы Воровского за 3,5 миллиарда рублей. Также компания вела работы по реконструкции развязки на пересечении проспекта Салавата-Юлаева и улицы Закива-Леди. Более 2 миллиардов рублей из федерального бюджета может получить в этом году Башкорстан на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях санкции. Об этом сообщил министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова. Напомню, правительство России одобрило регионы 900 миллионов рублей на переподготовку и профессиональное обучение жителей. Чтобы увеличить охват предприятий, Башкорстан сформировал дополнительную заявку на участие в программе. Таким образом, финансирование может быть увеличено еще на 1 миллиард 200 миллионов. На сегодняшний день уровень безработицы в регионе составляет чуть более 1%, а реализацию региональной программы профессиональной подготовки планируют запустить в мае этого года. Сотрудники промышленных предприятий, находящиеся под риском увольнения, смогут пройти обучение или получить дополнительное образование. В России ставку по льготной ипотеке могут снизить с 12 до 9%. Она будет действовать до конца этого года. С таким предложением на совещании по экономическим вопросам выступил Владимир Путин. Он отметил, что это стало возможным благодаря стабилизации экономики страны, замедлению инфляции, а также возвращению цен на прежний уровень. По словам экспертов рынка недвижимости, снижение ставки по льготной ипотеке отразится и на вторичном рынке жилья, кредиты на покупку которого также станут более доступными. Также аналитики ожидают снижение ключевой ставки Центробанка до 15%. Текущая ставка ключевая почти останавливает выдачу кредитов, а банки все-таки должны выдавать кредиты, а не копить ликвидность. Снижение процентных ставок позволит оживить несколько сегментов рынка, а также в целом благосклонно повлияет на ситуацию на рынке жилья. Многие клиенты, которые заняли выжидательную позицию в период резкого повышения ставок по ипотеке, вернутся к решению жилищного вопроса. По данным регионального Росреестра, в марте в Башкортостане число сделок по ипотеке выросло в 3,5 раза, так как граждане торопились оформить сделки по прежним условиям, то есть под 7% годовых. Однако в апреле ситуация кардинально изменилась. Выдача кредитов на покупку жилья сократилась в рекордные 5 раз. Выплаты по программам «Земский фельдшер» и «Земский доктор» могут быть увеличены. На какую именно сумму, пока не сообщается. Соответствующие изменения готовят депутаты Госдумы. Об этом заявила член комитета по охране здоровья Римма Утяшева. Программа действует в 2012 году. По ней специалисты с медицинским образованием, которые планируют работать на селе более 5 лет, смогут получить единовременную выплату. Для фельдшеров она составляет 500 тысяч, а для врачей – 1 миллион рублей. Для специалистов отдаленных населенных пунктов объем выплат больше в полтора раза, а для дальневосточных регионов – вдвое. Помимо этого, в Государственной Думе рассматривают возможность упрощения получения дополнительного образования для таких специалистов. Мы еще выдвинули еще одно положение, чтобы после работы, после отработки на участках, они могут поступать в ординатуры уже на бюджет. Вот без экзаменов. На бюджет они будут поступать в ординатуры. То есть мы максимально будем поддерживать и фельдшеров, и участковую службу. Отмечу, что в Башкортостане с 2012 по 2020 год выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получили 2200 специалистов. Изначально в ней могли участвовать молодые люди до 35 лет. С 2019 года возрастные ограничения отменили. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.